За полтора дня все это дело и на цвет корейца на какое-то времени особо не было. То есть я подогнал просто немножко баланс белым кадром друг к другу и кое-где поднял с позицию, кое-где ее придавился, то есть и так в тенях там. Что мне очень понравилось, это, конечно, цветопередача. Это я не ожидал, особенно в белом. Все камеры обожают в белом. Даже и кинокамеры, это постоянно проблема. Мы снимали рекламу один раз в Кабардино-Болгарии. У нас были белые машины на белом фоне. В итоге, я не знаю, мы красили этот ролик раз в восемь, наверное, и так его нормально не покрасили, потому что снег был везде разных, не случайно. Ну, не случайно, мы ставили фильтр один, потом другой, все, уже разбегался баланс, и потом его свести было очень тяжело. Это камера на RED, которая пишет граф в изображении, и ее было привести очень тяжело. Здесь же я снимал снегу, и мне кажется, он нормально передал абсолютный снег и реальные цвета одежды, и вопросов к этому у меня, например, не возникло. Что еще порадовало, как я уже сказал, это качество изображения, то, что оно потом тянется, но и резность изображения. Вот эта вот, конечно, фишка хуже, то, что ни одна камера в данном бюджете не способна дать такую резность. То есть, причем, во время съемки я этого не замечал, понятное дело, здесь достаточно маленький экранчик, и ты не замечаешь этого. Когда я открыл на iMac, когда уже начал обрабатывать, я понял, что картинка резкая, лица очень резкие, все волосы, все это видно, и реальные изображения похожи по своей структуре на съемку с фотоаппаратом, допустим, это обычная камера с хорошим один объективом. Да, может быть, из-за размеров матрицы и специфики, ну и размер объектива, конечно, не такой смаз с заднего фона, но в то же время все равно изображение меня очень порадовало, и, как я сказал, в этом ролике оно было практически без цветокоррекции, классического понимания.